я на месте купольный отель вдох идем проверяет наши юрты сегодня день сдачи друзья ну вот наши юрты сейчас я вам все покажу на коптере полетаю в такой долине они расположены давайте посмотрим еще раз устройство подиума винтовые сваи и как видите здесь сделан черновой пол а сверху сделан чистовой полу черновой пол он переходит дальше в террасу очень красиво все выглядит здесь конечно еще строительный бардак но ребята сделали перегородки здравствуйте на отделку на времени нет ну чисто теоретически мы будем тоже могли сделать здесь низ обид оцинкованный листом для того чтобы юбочку закрыть полностью завершить мы свою функцию выполнили здесь установлена печка сибирь дымоход переход и давайте посмотрим какой мы делаем внутреннюю отделку здесь использована ткань так как нету книжки по юртостроению все приходится последние 8 лет придумают самому таким образом сделали перегородку и столбы в этих юртах мы не стали делать на собственник их применит других каких-то целях а здесь как вы видите юрта получилось без подпорок вовчик записал видео обучающих мы сделали каркоды но человек просто прежде чем печку топить мы ему говорим печки есть вынесете свою ответственность он приходит торгов сканирует там диктовал четко видео инструкция ну то есть это администратор говорит да а сразу предупреждает ребят ответственность полностью на вас мол типа если загоритесь они понимают они смотрят обучение это я ребят задал вопрос максимум по поводу бит пожаробезопасности потому что но я всегда в этот момент переживаю это огнетушители да плюс автоматическая система пожароповещения звуковое конечно конечно не в целом все на ответственность людей естественно неизбежно прожигает кара линию еще слушай но вот скажи плюсы минусы юрты понятно что эксплуатации еще не было но в целом вообще какие ощущения начали чтобы потом понять какие в конце будут если сравнивать с куполами то юрта они более эффектно выглядят внутри они более просторно мне даже больше нравится честно но с точки зрения эксплуатации я все равно думаю попал дальше чем купола потому что все таки это каркасное строение более надежно по теплотехнике который мы с тобой обсуждали конечно выигрывает там-то понятно это теплица пластика очень тяжело я огурцом себя почувствовал огурцом в теплице в 11 часов когда мы жили у тебя здесь такого не должно быть ну ты сам говорил это инста проект то есть приехали по фотались а здесь я думаю у тебя люди на два-три дня уже задерживаться сколько будет стоит номер 12 рублей здесь будет также кровать не буду пуха на себя накидывать но максим сказал 12 тысяч рублей а купол стоит 990 поднимать еще до 10 в сезон потому что мы сейчас там тоже переоборудовываем там теплые полы делают то есть ремонт декор восстанавливаем поэтому чуть-чуть скорее всего приподнимем максим что на полу будет она уже есть подожди здесь ты хочешь еще стяжку лить под бетонского до цвет под бетон и ты меня напугал я скажу вот мы эту юрту вот это вот в таком исполнении нашли в техасе там семейная пара построила себе юрту хотела на них жить и у них что-то не получилось они начали сдавать туристу и вот она в сеть просочилась мы нашли на ютюбе да да и вот у тебя вот заказали мы их называем техасский юрт а да ну буду знать ну потому что мы оттуда взяли слушай ну и честно говоря я уже твою планировку многим рекомендую она реально удачно а вот эта перегородка я пока не понял назначение а просто красота зонирование правильно отбивать крутая идея все правильно за место тамбуру это белый и хотим добиться эффекта состаривания то есть белым с черными прожилками как будто бы эти доски знаешь там лет пять на солнце и брашировать надо будешь брашировать по стене так погоди ты если будешь брашировать здесь все уделаешь были вот так добиться надо значит и черненьких волос но ты там контролирую ребята которые будут делать ну и освещение у тебя получается вот сверху уже видно но опять же супруга на много свет она говорит вот надо минимум 6 штук лишь на потолок точечных светильников я привез мы сейчас в тестовом режиме 6 штук повешаем посмотрим ночью как это будет много мало то есть но это только вечернее время потому что утром тут будет света здесь будет бра на входе будет ночник вот и здесь 6 6 я думаю свет вытяжка вот это она не справлялась она вообще не функционировала то есть там обязательно нужно принудительно ставить вентилятор это вы когда протапливали камера его натопили он начал дымить обгорать масло технически с открытой двери но понятно что там в дверь выходила здесь просто облако слабенькая да ну это видишь естественная вентиляция поэтому здесь конечно лучше поставить автоматически я к чему мы с возниками смогли добиться вот этой тяги дверь вытяжка а так здесь сколько 15 я тебе так скажу что твоему сотруднику я тебе прям 1000 процентов даю что вам придется для юрты делать другую инструкцию знаешь почему почему потому что он в этой инструкции должен сказать ребята будьте аккуратны не ложите много дров потому что здесь будет просто трэш это у тебя в гео куполах тепло уходит а здесь если натопишь прям можно до 60 баничку сделать через раз видим натопил дверь открыл стоит проветривается это желание гостя хочет пускай конечно когда мы были на байкале я экспериментировал и прям поставил градусник заморочился затопил юрту и холодно было здесь было не топлено в юрте и получается через ровно 15 минут я прям на видосе стоял в футболке и было плюс 25 23 25 плюс-минус то есть было очень жарко поэтому здесь по теплопотерям очень эффективно слушай максим наш еще хотел спросить забыл а там потолка же у тебя нет а будет потому что если потолок не собирать извините за выражение ты в туалет сходил да и все запахи они как бы проникают в жилое пространство да а тем более если на улице жара в юрте там или в куполе жарковато да это все ну как вот эти все ванны и все эти купания да это все туда пойдет плюс это влага лично поэтому мы в любом случае мы здесь все это свяжем полностью также планки закидаем пароизоляцию а что там за дырка это все зашьется нет вот там техническая комната там кому выдвижной да то есть кому стоит надо отодвинулся лес техническую комнату здесь вот нагреватель теплый пол электричество будет разводка коллектор быстро ну то есть все будет здесь но ты расскажи еще про теплый пол теплый пол вот два контура на антифризе 16 или 18 какой котел за пуске зото 6 люкс по моему что-то в районе 20 тысяч он стоит мощность у него от четырех с половиной до шести киловатт электричка теплый пол а там у тебя в куполах нет у тебя там стояли еще эти наземные вернее электрические обыграть туда конвектора здесь же такое не будет мы в любом случае здесь запроектируем батарею на зиму небольшую хотя бы на две три секции понятно что я же тепло но его же надо откуда-то взять сначала чтобы она держалась здесь поставим батарейку или где-нибудь там секции 5-6 а теплый пол это не для обогрева больше для комфорта чтобы он просто не был один ты как кондиционировать хочешь напольный кондер нет здесь мы трассу кидаем блок прямо под подиумом ставим там прячется да 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 его не слышно не видно обслуживать не надо там ни пыли ни грязи ничего прикольное кстати решение мы в этом ставим на землю там с подкладочками зимой после зимы нормально с ним ничего не происходит нет вот сейчас обслуживаем уличный все четенько без проблем он даже этот москитная сетка которая идет защитная чтобы от пыли и грязи даже она чистая по сути и конденсат уходит просто вниз просто прямо током вот прямая это все без всяких этих домой выходит что-то около трех метров в трассе более планирую поставить 100 литровый потому что юрта будет скорее всего использоваться для групповых туров и когда четыре человека заезжают жить каждому помыться 50-80 литров это скорее всего не хватит поэтому 100 литров их поставим вся суть заключается именно в мелочах то есть можно создать уникальный продукт юрту там да вот какая-то или еще что-то типа куполов но допустим взять и в самом зле поставить вместо нормальной душевой стойки душевую кабину и просто взять и все труды перечеркнуть разум поэтому если ты занимаешься глэмпингом обязательно обязательно нужно делать акцент именно на мелочи именно мелочи все решают продумывать все конечно то есть элементарно вот выключатель свет у нас сначала был только на одной стороне да если ты на кровати лежишь с этой стороны проходной тебе надо короче переворачиваться там что-то и тянулся до него а сейчас мы сделаем проходной ты здесь можешь включить и выключить и здесь вроде мелочи а ну как рецеприарно слушай ну будем за вами наблюдать мы очень были рады в этом проекте поучаствовать и будем максимально в нем дальше участвовать если будут какие-то выплывать микро нашу ошибки в микроклимате про которые мы с тобой говорили будем совместно их исправлять потому что у меня этот проект будет жить дальше и пошагали спасибо да ребят хорошее решение в глэмпинге можно еду поставить на солнце и она долгое время не будет остывать но не забывайте что она может испортиться можно зеленый давайте травяной да и и и Редактор субтитров А.Семкин